Слава нашему Богу! Я вас приветствую! Всех приветствую! Классное время! То, что надо! Вы знаете, мне хочется сказать вам всем, друзья, огромное спасибо вам за ваше свидетельство. Спасибо, Екатеринбург, спасибо огромное, потому что вы молодцы, когда вы рассказываете, потому что то, что сказал Иисус, Он сказал, не ставьте свечу под подсвечником, под стол, а ставьте ее на столе, на подсвечнике, чтобы она светила всем в доме. Почему? Чтобы люди видели этот свет и прославляли Отца Небесного. Понимаете, мы свидетельствуем, и Библия говорит, это написано в Откровении, 12 главе, 11 стихом, говорится, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Слово свидетельства – это то, чем мы разрушаем конкретно дела дьявола. Сатана хочет держать людей во тьме. Вы знаете, мне хочется сказать вам, почему? Почему сегодня Бог проявляется сразу же, как только человек становится партнером? Ведь вам интересен ответ на этот вопрос. Вы слышите и постоянно мы слышим, только человек стал партнером, у него начались чудеса, в его семье начались чудеса. Уходят даже какие-то проблемы, болезни. Понимаете, тут же вопрос в чем? В том, что Бог нам говорит в слове. Посмотрите, что написано в книге Малахи. В третьей главе. Здесь Бог говорит за десятины и партнерские. То есть приношение на современном языке партнерские. И он говорит такие слова. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Десятый стих. И дальше говорит. «И хотя в этом испытайте меня», говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. А потом говорит дальше. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Саваоф. Знаете, когда мы читаем такие слова «Испытайте меня», Бог говорит. «Испытайте меня». Он как бы говорит каждому человеку. «Ну попробуй, возьми, сделай это, и ты увидишь, проявлюсь я или нет». Он говорит. Знаете, там такие ключевые слова, которые я читал. Он говорит сразу же «Испытайте меня», и потом говорит «Я», он говорит «Я», Бог говорит, самое главное «Я для вас». Ключевые слова «Я для вас». Вот подумайте над этими словами. Только ты начинаешь давать партнерские, только ты начинаешь свою веру освобождать в это, Бог сразу же говорит уже «Не ты будешь вылазить сам из своей проблемы, не ты сам будешь бороться, не ты сам будешь терпеть и сражаться». Он говорит «Я», и потом говорит «Для вас». «Я для вас». Понимаете? Вот эти слова очень важны, что Бог говорит «Я для вас». То есть если я хочу, чтобы Бог для меня начал что-то делать, я должен испытать его. Вот почему сегодня Бог являет чудеса и знамения, когда люди становятся партнерами. Вот послушайте, мы с вами должны понимать простую вещь. Когда к нам попадают деньги? У кого из вас есть деньги сейчас с собой? Есть? Дайте мне, пожалуйста. Спасибо. Посмотрите. Я в следующей жизни отдам тебе. Шучу, шучу. Посмотрите, вот деньги. Когда у меня появляются деньги? Вы только подумайте, что происходит. Эти деньги я все равно куда-то даю. Все равно они исчезнут. Понимаете? Они исчезнут, эти деньги. Через время их не будет. Но представляете, какое горе, если они просто были даны куда-то. Люди даже, бывает, дают. И даже, бывает, служение дают. Но это служение Бог не поддерживает. Он не являет там чудес и знамений. Вы знаете, я давал когда-то деньги, и я не видел чудес. Но потом я увидел одну вещь. Что как только я начал сеять конкретно распространение Евангелия, и в то место, где действует Святой Дух, моментально в моей жизни начали проявляться чудеса. Это вот факт, это правда, это истина. Поэтому ко мне попадают деньги. Я хочу сразу отрезать десятину. Моментально отрезаю десятину. И я беру партнерские. Знаете, зачем? Потому что это мой билет. Это моя возможность вызвать Бога в мою жизнь. Это моя возможность приблизиться к Богу, и чтобы Бог приблизился ко мне. Потому что не в деньгах дело, друзья, в этот момент, а в том, что эти деньги делают. На что они идут? Что с этими деньгами происходит? Эти деньги идут на прославление имени Иисуса Христа, Сына Божьего. Сегодня мне хочется сказать каждому человеку, кто меня слышит. Я хочу обратиться к самым простым людям. Вы должны знать, что Бог, Он видит каждую вашу жертву. Он видит ваши партнерские. Он видит это. И когда Он на это смотрит, друзья, когда Он на это видит, когда Он на это смотрит, Он начинает действовать в твоей жизни. Действие Бога – это самое дорогое, что может быть в нашей жизни. Но посмотрите, когда я начинаю поддерживать финансово действия Бога, которые Он хочет делать в этом мире, спасая души. Души для вечной жизни. Люди через эти деньги приходят к покаянию, приходят к обращению к Богу. Они переживают Его присутствие. Вот на минутку представьте себе. Бог хочет проявиться в жизни определенных людей. Давайте придумаем имена. Это, к примеру, назовем Катя, Сергей и Таня. Вот, к примеру, просто имена людей. Он хочет проявиться в их жизни. Но мы уже знаем из Библии, что Бог не действует без людей. Он действует через нас всех. Поэтому, чтобы Ему проявиться в жизни этих людей, кто-то должен приготовить Ему путь. Кто-то должен взять и пожертвовать деньги, чтобы до этих людей дошел сигнал, чтобы до этих людей дошло слово. Понимаете? Чтобы Бог мог проявиться в их доме. Теперь понимаете, да? И кто-то за это заплатил свои деньги. Самые простые люди. Я к вам обращаюсь. Вы думаете, что ваши жертвы ничего не значат. Вы ошибаетесь. Ваши жертвы очень много значат. Вот поэтому Бог и проявляется. Понимаете? Вы не можете купить действия Бога в своей жизни ни за какие деньги. Вы можете просто угодить Богу. Слышите или нет? Вы можете понравиться Богу. Богу может понравиться то, что вы делаете. Богу может быть очень важно то, что вы делаете. Поэтому наша жизнь, которая была неважна, которая была наполнена грехом, наполнена вообще отступничеством, наполнена вообще неверием, неведением, Когда мы пришли к Богу, и теперь наша жизнь уже наполнена смыслом Бога. Потому что мы делаем так, чтобы Бог проявился в жизни Кати, мы говорим, Сергея и Тани. К примеру, мы говорим за этих людей. Что будет, если мы не пожертвуем? Что будет? Давайте разберемся с этим вопросом. Нам тогда станет понятно, почему важно быть партнером и почему Бог проявляется в жизни людей. Вот если не пожертвовать деньги, что будет с Катей, Сергеем и Таней? Что будет с этими людьми? Представьте, что это, к примеру, муж, жена и дочь. Что будет с их домом? Друзья, вы можете думать все, что угодно, отпираясь от реальности. Но факт остается фактом, если мы не пожертвуем эти люди, о которых мы говорим сейчас, они погибнут. Кто-то из них умрет от болезни и не получит исцеления. Самое страшное, они никогда не переживут прощение грехов и дара вечной жизни. Подумайте только об этом. Неужели сегодня мы, вот понимая все это, не будем осознавать, почему Бог действует в нашей жизни, когда мы жертвуем? Если бы мы жертвовали куда-то, где Богу это не важно, Бог бы никогда не проявился, ни одного свидетельства не было бы, слышали? Если бы это было для Бога вообще неважно, это вообще было ничтожно, Бог бы никогда не проявлялся, мы бы не слышали этих свидетельств, мы бы не слышали того, что люди рассказывают о таких чудесах, мы будем сегодня весь вечер это слушать. Я буду много сегодня делиться словом, буду много сегодня говорить, и Виточка сегодня много будет говорить. и молиться будем. Бог совершит множество чудес, потому что Бог творит чудеса в жизни партнеров. Если ты партнер, ты должен знать, Бог проявится в твоей жизни. Не сомневайся даже. Аллилуйя. Понимаете, когда мы говорим, Катя, Сергей и Таня, вот семья, и они могут пойти в ад на вечное мучение, при этом Христос заплатил за них, чтобы купить их, искупить их. Понимаете? Почему искупить говорится? Потому что они были Адамам проданы, все мы были проданы. И искупление было кровью Христа пролитой. И сегодня эти люди могут это искупление пережить только через веру в Иисуса Христа. Когда мы прославляем Его имя, когда Его имя превозносится в домах, куда приходит сигнал, который оплачивают партнеры, именно тогда люди обращаются к Богу и переживают искупление, переживают омовение кровью Христа, прощение греха. Понимаете? Сегодня, может, вы начнете понимать, почему Бог творит чудеса в жизни людей, которые сегодня спонсируют Евангелие, которые сегодня дают деньги на то, чтобы Евангелие распространялось, чтобы сегодня жизнь была, Божья жизнь. Понимаете, помазание, оно будет двигаться настолько далеко, насколько определяют те, кто жертвует. подумайте об этом. Потому что сегодня я хочу обратиться даже к тем, которые сегодня бизнесмены, которые сегодня дорогие вип-партнеры. Я благодарю вас за все. Дорогие бизнесмены, спасибо вам. Но я хочу обратиться к тем, кто сегодня еще не поддерживает живое Евангелие Иисуса Христа, Божьего Сына. Послушайте меня. Вы можете сделать, что Евангелие будет проповедоваться в самых лучших студиях. Вы можете сделать, что спутников у нас будет не два, а будет 22. Вы можете сделать, что сегодня Евангелие будет переводиться на все языки. И это сила, которой помазал Бог Виточку, меня помазал. Что эта сила будет двигаться по всей планете. Вы это решаете. Вы можете сегодня сидеть на этих деньгах, и вам все время будет мало. Даже если у вас будет сотни миллионов долларов, даже миллиарды, вам все равно будет мало. Чем больше денег, тем жаднее человек. Тем ему кажется, что ему мало. Друзья, поймите, это жизнь. Вы знаете, когда вас повезут на кладбище, ваши деньги не прицепят к прицепам к катафалку. Понимаете? Катафалк с прицепами не ездит. Когда Александр Македонский умирал, который завоевал полмира в 32 года, когда его отравили, он попросил, чтобы его, когда хоронили, то похоронили его так, чтобы его руки вот так торчали из земли. Об этом говорит история. Что он всем показывал, что каким он пришел в мир, такой он и уходит, и ничего с собой не может взять. вы знаете сегодня, что ваши жертвы могут предотвратить многие плохие события в вашей жизни. Поверьте мне. Ваши жертвы, ваша верность в партнерстве, ваша ревность о том, чтобы сегодня, знаешь, эта студия была еще красивее в тысячу раз, чтобы сегодня сигнал шел по всему миру. Ваша ревность может предотвратить какие-то болезни в твоем доме, какие-то страдания твоих близких, потому что Бог говорит, испытай меня и проверь. Вы можете даже никогда не узнать, что вас ждало. Но когда вы верны Богу, сам Бог выступит, выступит пред тобою, он будет идти пред тобою, и он будет просто медные двери сокрушать, железные запоры ломать, он будет просто уравнивать эти холмы и горы, он будет делать так, чтобы ты увидел, что именно Бог устраивает твою жизнь. Именно Бог устраивает твою жизнь. Вы знаете, мы часто думаем, что мы контролируем что-то в нашей жизни. Поверьте, я могу вам рассказать. Нет. Вы знаете, я знаю правду. Никто ничего не контролирует. Это иллюзия. Только пошатнись чуть-чуть. Только где-то у тебя появится какая-то опухоль. Только где-то у тебя что-то произойдет. Только первый приступ с простатой. Ты узнаешь, что на самом деле ничего ты не контролируешь. Ни доктора ничего не контролируют. Вы знаете, мы вчера с Викторией ехали. Мы ехали с другого конца острова сюда, на Крусейд. и когда мы выехали, мы специально выехали ночью, когда нет машин. И представьте, мы едем, и я еду по своей полосе. Вижу, впереди идет фура. Фура идет, огромная фура на скорости, на большой. Я еду нормально. Я везу Виточку, я всегда везу ее аккуратно. Очень так спокойно, чтобы она нигде не переживала. И я еду по своей полосе. Вот представьте, я еду по своей полосе. Понимаете? Вы услышите меня. Я не нарушаю ничего. Я еду по своей полосе. Прямо, вот так за 5 метров эта фура, то ли уснул водитель, то ли что, вот так вот просто все скорости поворачивает и летит в нашу машину. У меня такой шок был. Представьте, вот так вот просто летит. Она такая огромная, что у нее фары аж вот здесь были. И вот так вот прямо в нас. И каким-то образом она не ударяет нас. У меня такой шок был, я вам скажу, что это вообще... Виточка меня успокаивала полчаса, потому что это был стресс конкретный. И я говорю, Виточка, это ангел Божий нас сохранил. Потому что это фура, это был убийца конкретный, который ехал прямо в нас. Ничего бы не осталось от машины. Каким образом произошло, что она нас не ударила, я не могу этого понять. Я не могу этого понять. Ее фары были вот, уже у нас в машине практически. Я говорю, какие-то миллиметры Бог сделал. Или что он сделал? Знаете, кто может контролировать нашу жизнь? Мы думаем, мы контролируем. Это ошибка, друзья. В любой момент наша жизнь может прерваться, мы станем перед Богом. И нам надо стать перед Богом, знаешь, опустошенными, чтобы мы весь свой потенциал, который нам дал Бог, и реализовали здесь на земле для Него. Чтобы все свои финансы мы реализовали здесь на земле для Него. Для Него. Знаете, люди, они не понимают, что такое жить для Него. Для Него, друзья, это доверяя Ему прежде всего. Это зная, что Бог, Он ведет тебя. Братья и сестры, послушайте меня. Я вот обращаюсь к вам, дорогие бизнесмены, которые еще не партнеры, которые еще, может, партнеры, но не приносили тех жертв, которые вам надо принести, чтобы ваша жизнь сдвинулась. Вы знаете, Бог очень часто ждет жертвы. Я хочу вам рассказать одну интересную историю. Вы знаете, я всегда верил, что мне нужно принести 10 тысяч долларов. Я в это верил, когда 10 тысяч долларов у меня в руках еще никогда не было. Садись, Дим. Спасибо. И вот моя мама, она отошла в вечность, остался дом, и мы с сестрой продали дом, деньги разделили напополам, и у меня получилось как раз 11 300. Я принес десятину и купил телефон помощницы, не взял себе ни доллара. И 10 тысяч я взял и отправил пастору Банихину на самолет. Многие осуждали его, знаете, говорили, самолет, но я знал, что ему нужен самолет, чтобы проповедовать Евангелие по всей земле. Когда я принес, это был сентябрь, я принес эти 10 тысяч долларов. Бог, оказалось, ждал, когда я это сделаю. Бог ждал, когда я принесу эти 10 тысяч долларов. я их принес в сентябре месяце. 6 апреля, через полгода, я провел свой первый ледовый круцейд. Первый в моей жизни. это был ледовый дворец. Огромный, друзья, на 5 тысяч мест. И я понимал, что один бог может дать деньги на это. Один бог может даже на аренду этого дворца. Это огромные деньги, друзья, это уже не 10 тысяч долларов. Это огромные деньги. Но чтобы этот дворец наполнился людьми, это было вообще невозможно. Не было ни интернета, ни телевидения, не было ничего. Меня никто абсолютно не знал. Я только приехал в Днепр. И знаете что? Я просто плакаты повесил. В городе повесил плакаты, на которые никто никогда бы не пришел. Даже один человек. Понимаете? Но когда я зашел в зал, зал был полный людьми. Абсолютно новыми людьми, которые впервые вообще были на собрании. Это было служение, на котором Бог исцелил больше всего людей, когда я видел в своей жизни. Когда я помолился, друзья, сотни людей, 300 человек стояло с костылями, с палочками, с разными болезнями, которые просто исцелились мгновенно. Когда я сказал, Дух Святой, прийди, зал был наполнен силой. Помазание исцеления двигалось мощно. Друзья, Бог сотворил величие не только для людей, но и для меня. Он показал мне, что это нужно. Я вам скажу, что Бог очень часто ждет нашей ревности. Ревности, чтобы проявиться. Ревности по нему. Ревности потому, что ты сегодня смотришь и ты думаешь, я бы хотел, чтобы качество было лучше. Чтобы качество было лучше. Друзья, нам надо снимать не на фотоаппараты. Нам надо снимать на камеры Sony, которые стоят в 10 раз больше каждого фотоаппарата. Понимаете? И нам нужны эти деньги для того, чтобы Евангелие, то, что о Христе, его помазание, оно двигалось в самом лучшем качестве. Кто-то сегодня должен возревновать. Кто-то сегодня должен возревновать. Мы зашли в магазин, посмотрели на эту цену. 100 миллионов камера стоит. Понимаешь? Просто без линзы. Понимаете? И плюс еще линза столько же. Вот и представьте себе, 200 миллионов. Это, понимаете, какие деньги? Это обычная линза, не широкоуголка. Подумайте. Неужели сегодня в мире люди, они отдают деньги? Куда-то отдают. Теряют где-то. Они где-то просто свои деньги держат, где не надо держать. Держите их в банке небесном. Держите их в Боге. Держите свою веру в Боге. Вы знаете, у меня нет сейфи денег, но у меня в сейфе есть вера. У меня есть вера. Понимаете? Потому что сегодня, друзья, мы можем видеть, вот мы здесь, я здесь и живу, я здесь и служу. Понимаете? Мой дом, моя крепость и в моем доме всегда Дух Святой действует. Потому что Богу важно, чтобы мы ревновали по Нему. Чтобы мы ревновали по Нему. Ревность по Богу изменит вашу жизнь, друзья. Когда мы приехали в Киев, я помню этот момент, друзья, как я. Это интересная история. Знаете, история, вот две рельсы, жертва и молитва. Жертва и молитва. Запомните, это две рельсы в твоей жизни. Жертва и молитва. И мы с Виточкой поняли, что нам нужно принести жертву, пастору Банихину, и нам нужно принести сто тысяч долларов. У нас была именно эта сумма. Мы взяли эту сумму. В это время мне нужно было покупать храм. Это были все деньги. Казалось, да? Возьми, оставь. Нет. Мы взяли. И пастор Банихин проводил собрание тогда в Дворце Спорта. Он был у одного служителя из Киева. Мы пришли. Мы сидели за сценой. Все люди ушли. Представьте, в зале ни одной души. А за дверью, там, где холл, там все движение, там пастор Банихин, там люди. Но в зале и за сценой ни души. Мы сидим час, сидим второй час. и у нас должен быть колледж через несколько месяцев. И я иду на сцену. Становлюсь на краю сцены. И я стою на этой сцене, представьте, и смотрю. И смотрю в зал. И вхожу в четвертое измерение. И начинаю представлять и видеть картину, как люди забили зал. Зал полный людей. Я понимаю, что это невозможно, друзья, потому что самый большой колледж у меня в Днепре был последний, две с половиной тысячи. Но это Днепр, там, где моя церковь, там, где все уже. А тут я на новом месте. Но я знал, что всегда на новом месте приноси жертвы. И вот смотрите, что происходит. Я стою и вижу эту картину. Зал полный, портер полный, трибуны полные, люди разоваривают между собой, стоит гул. Я встал и провалился в этой веточке, стояла и смотрела, как я в четвертом измерении. И вот я возвращаюсь назад. И раз нас зовут, мы берем эти сто тысяч, становимся на колени и говорим, пастор Банихин, помолитесь за нас. Помолитесь. Чтобы его сила надвигалась в СНГ. и мы встали тогда на колени, и он помолился за нас. Для нас было важно принести эту жертву. Друзья, Бог ждал от меня этой жертвы. Бог ждал от меня этой жертвы. Понимаете? Эти сто тысяч были очень важны, потому что они послужили очень серьезным ответом. На следующий день пастор Банихин пригласил меня в Виточку в ресторан. И мы сидели почти всю ночь с вечера и общались. И он начал рассказывать свою историю. У него тогда было очень трудное время. Он переживал какие-то моменты в семье, какие-то разводы были и так далее. Было очень трудно. Многие люди от него отвернулись. Но я не отворачивался. Я знал, что он Божий человек. И я слушал его свидетельства. И он говорит, мне нужны были деньги заплатить какие-то налоги. И если я их не заплачу, там чуть ли не будет судебное дело. И он когда начал это рассказывать, он говорит, я стоял на коленях ночью и умолял Бога, я не спал, говорит, чтобы Бог дал мне эти деньги. Говорит, и потом ты, на следующий день, ты, говорит, приходишь и даешь эти сто тысяч. Один Бог знал. Вот почему он побуждал меня. Возможно, ты не знаешь, что Бог хочет сделать в жизни людей. Может, он кого-то хочет исцелить. Бог знал, что пастору Банекину нужны эти деньги. Он побудил меня. Он ищет тех, кто готов стать в проломе. Понимаешь? Может, сегодня Бог хочет кого-то исцелить, кому-то дать благословение, кому-то дать прощение. Может, кто-то должен уйти на небо уже. Ему нужно принять Христа. Бог знает, и он побуждает тебя сегодня жертвовать. Бог хочет сделать какую-то студию особенную для себя. Это студия не для нас. Это студия для того Бога, который движется и исцеляет больных сегодня. Понимаете, о чем я говорю? Это не для нас, это для Него. Вы должны услышать меня. Бог хочет что-то сделать особенное. Может, Бог хочет благословить кого-то своим присутствием, прийти к Нему и избавить его. Бог хочет этого. Он может побуждать тебя и говорит твое сердце, принеси эту жертву, принеси эти сто тысяч, принеси этот миллион, принеси. Для кого-то это будет ответом. Ты можешь не понимать, как я не понимал, зачем это. Но я знал, что я хочу это сделать. Я знал, что это побуждение дает мне Бог, это понимание дает мне Бог, и я не усомнился. И я не усомнился, понимаете, я не усомнился. И я увидел Божью славу, когда я пришел на колледж молитва и жертва. Две рельсы молитва и жертва. Вот у меня был в этот вечер молитва и жертва. Поэтому через несколько месяцев, когда я приехал на колледж, я рассказывал вам историю, которую я может быть рассказывал когда-то один раз вскользь. Когда я вышел на сцену и зал уже должно было начаться первый урок, я увидел, что в зале сидит максимум половина людей. Зал наполовину пустой. Я побежал за сцену и я вошел в тот же образ, в то четвертое измерение, которое было в тот вечер, когда я приносил жертву. Я вошел в него, я буквально пять минут молился, я говорил, Бог, я не знаю, как ты это сейчас сделаешь, но я сейчас выйду из-за этой шторы и увижу забитый зал. Я представил это, я ушел в это видение, понимаешь? Максимум пять минут это все было, и я выхожу зал заполнится за пять минут, понимаете? Это было чудо, это было чудо, и я знал, что моя жертва давала мне веру, понимаете? Жертва дает веру, жертва дает веру, жертва принесенная правильно, принесенная в почву присутствия Божьего, в почву действия Божьего, понимаете? Можно жертву приносить куда-то, откуда вы ничего не увидите, я вам говорю это честно и прямо. Сегодня не я говорю, люди все говорят, что как только они жертвуют, как только они становятся партнерами, моментально Бог творит чудеса в их жизни. Почему это происходит? Потому что это дело Бога. То, что мы делаем, друзья, это дело Бога. Это не дело мое, это не дело Виточки, это не дело команды нашей семьи, нет, это дело, друзья, самого Бога, Духа Святого. Как написано в Деяниях Апостола 13, 2 стих, Деяние 13, 2 стих. Говорится, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. И потом говорится, си, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Понимаете, они двигались. В 16 главе говорится, что Дух Святой их направлял. Они хотели прийти в Васю, Дух сказал нет. И потом муж македонянин, это был тюремный страж, который заключил их, говорил, приди и помоги. И они пошли в Македонию, в город Филиппы. Их там посадили в тюрьму, посадили в карцер, во внутреннюю темницу, забили ноги в колоду, но они полуночь пели. Павел и Силуан пели. Друзья, и знаете, что? Бог сделал землетрясение, все двери открылись. Темничный страж хотел убить себя, но Павел сказал, не делай себе ничего, ибо все мы здесь. Вы когда-нибудь задумались, там было темно, Павел не мог знать, что происходит, но Дух Святой все открывал Павлу. И темничные стражи его дома приняли Христа, крестились ту же ночь. Вы знаете, Дух Святой сегодня ведет нас, Дух Святой ведет каждого из нас, когда ты начинаешь становиться ревнителем под действием Бога, когда ты становишься, услышь мне, ревнителем под действием Бога на земле. Дух Святой проявляется в твоей жизни, Дух Святой проявляется в твоем доме, Дух Святой проявляется в обстоятельствах твоей жизни, Дух Святой проявляется сегодня, во всех событиях будет Дух Святой, Он защитит тебя там, где была бы вообще все, смерть, где была бы самая огромная проблема. Дух Святой защитит тебя. Вы знаете, я скажу вам одну вещь. Все испытания, которые мне, Виточке, пришлось проходить за эти годы, они нужны. Потому что Бог так и говорит. Что чем выше служение, тем ниже огнило уничижение перед этим. И Бог нас готовит к великому служению. Это только начало сегодня, друзья. Хотя сегодня миллионы людей переживают Бога. Мы говорим, это только начало. Потому что Бог, смотрите, что сделал. Он дал нам силы все это проходить. Потому что мы действуем не от себя. Мы в Его деле. Мы в Его видении. Мы в Его планах. Когда ты жертвуешь, ты жертвуешь в осуществлении планов и замыслов Бога. Поэтому Бог говорит, испытай меня и увидишь. Не открою ли я, говорит, отверстие небесное для тебя. Не залью ли, говорит, на тебя благословение до избытка. Я для вас, говорит, запрещу пожирающим истреблять у вас плодоземные. То есть Бог на земле начнет делать свою работу. Что бы с нами ни случилось. Вы знаете, что я видел в жизни? Что бы ни происходило. Бог всегда берет и воздает тебя за любое страдание, за любое унижение, за любую клевету, которую ты проходишь, за любое зло, которое на тебя обрушивает. Когда ты проходишь и остаешься верным Богу, Бог воздает тебя так, как будто бы ты угодил Ему. Когда ты не хватаешься за земное, а когда ты хватаешься за небесное, Бог воздает тебя и земным. Понимаете? Вот что происходит. Я хочу вам всем сказать, друзья, послушайте, когда Бог движется, нам нужно встать в этот поток и пережить его влияние на свою жизнь. это то, что Бог сделает. Вот я последнюю мысль сейчас скажу. Мы сегодня много, я буду выходить, говорить, Виточка будет выходить, говорить, ему будем молиться, потом будут... Я верю, что Бог сегодня исцелит множество партнеров. Если сегодня ты еще не партнер, я хочу тебе сказать, тебе нужно стать партнером. Понимаете? Когда-то я жил, и мне хотелось видеть у себя деньги. Знаете, вроде бы неплохое желание. Но оно не приносило мне ничего, абсолютно. Потом пришел момент, когда вот я был пастором, я начал мечтать, чтобы я мог жертвовать. Я помню, как я мечтал жертвовать тысячу долларов, и Бог мне дал. А потом я мечтал жертвовать десять тысяч долларов, и я вам рассказывал, как Бог мне дал это сделать. Я мечтал жертвовать сто тысяч долларов, и Бог мне дал. А потом, представьте, я начал мечтать, как я пожертвую миллион долларов. И я, поймите, не мечтал о себе, а мечтал о том, как я пожертвую. Это была моя мечта, потому что я знал, что когда я жертвую, я определяю уровень. Всегда мои жертвы определяли мой финансовый уровень на завтра. твоя жертва сегодня, уровень твоей жертвы определяет твой уровень жизни на завтра, твоих возможностей. Я увидел, что когда я жертвую тысячи, ко мне приходят десятки тысяч. Когда я увидел, что я жертвую десятки тысяч, от моих жертв я видел, как идет рост. Поднимаю планку, поднимается уровень. Бог так и говорит в послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих, говорится, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. То есть интересно, да? Мы не жертвуем ради денег, но мы видим, мы жертвуем из-за ревности. Но я вам говорю, что когда я начал ревновать о том, чтобы жертвовать сто тысяч долларов, я начал жертвовать сто тысяч долларов, сто тысяч долларов, сто тысяч долларов. И я шел к миллиону. И пришел день, когда Бог мне дал пожертвовать миллион долларов. И это был праздник для меня, понимаете? Потому что я знал, миллион долларов, он может разойтись вот так, бам, и его нету. Я все всегда тратил на Евангелие. И я знал, что я и так его потрачу. Но мне хотелось целиком его принести Богу. И я принес его тогда на телевизоры, которые мы поставили в онкоцентры. Всего, всей Украины, всех онкоцентров, каждую палату, во все военные госпитали, которые есть. Мы поставили в каждую палату телевизор. Представьте, это был огромный проект. Люди, которые в палатах, представьте, они там живут. Мы детям сделали ремонт в онкоцентре. Сделали такой крутой ремонт. Там 30 лет не делали ремонт. Мы его взяли и сделали. Мы поставили везде телевизоры. Мы покупали туда оборудование. Мы все сделали. И знаете, и детки, и взрослые, они оказываются, когда в палатах. Представьте, для них это дом на долгое время. И они там замкнуты со своей болезнью, со своим диагнозом. Но когда они смотрят видео, когда они видят, они видели там наш телеканал, они видели другие телеканалы. И Бог двигался через это. Сегодня я хочу вам сказать, что всегда, когда вы ревнуете о Божьем и ревнуете о том, чтобы жертвовать больше, тогда вы заинтересовываете Бога. Я говорю вам, друзья, я видел даже бизнесменов, которые начинали жертвовать буквально с ничего. И Бог поднимал им, поднимал их и давал им миллионы, десятки миллионов долларов. Я вам хочу сказать, что сегодня пришло ваше время. Возревнуйте о том, чтобы Христос, Божий Сын, прославился в жизни людей. Чтобы сегодня Евангелие, оно двинулось дальше благодаря твоим деньгам. Чтобы сегодня все самое лучшее было в миссии для того, чтобы проповедь Евангелия была на самом высшем уровне. Сегодня от тебя зависят судьбы людей, от тебя зависит Бог. Ты скажешь, что это не слишком. Нет. Бог не движется без человека. Я вам рассказываю одну историю. У меня однажды появилась идея. Идея, вы знаете, я занимался разными бизнесами в жизни, да, там. И у меня появилась такая идея, я вам ее рассказываю, это как бы сердечные дела, да, такие. И я начал думать, я хочу вот оплачивать все. Я хочу, чтобы столько денег приходило, я зарабатывал, да, чтобы оплачивать все абсолютно. Все, вот, доставку Евангелия. Чтобы никогда не выходить и не говорить людям за деньги. Мне это не нравилось. Кому это нравится? А мне нравится. Сейчас поймете, почему. А тогда не нравилось. Я не чувствовал себя хорошо. Я видел, как люди смотрят и думают, что я прошу у них деньги. Понимаете? И мне это сильно раздражало. И я говорю, Бог, я не хочу вообще никогда за деньги говорить. Я хочу сам их зарабатывать и сам все покрывать. И как только я в этом начал двигаться, и вот знаете, у меня начало получаться, Бог меня остановил. Бог мне сказал, дело не в том, что ты готов сделать. Я вижу твое сердце. Но дело в том, что я хочу благословить моих детей. Я хочу, чтобы каждый человек, даже каждая бабушка, дедушка, каждый, даже может, ребенок, каждый человек, они были партнерами, чтобы я мог двигаться в свою жизнь, чтобы они были соучастниками, внимание, слово, соучастниками Евангелия. Соучастниками Евангелия. Понимаете? Подумайте, чем вы служите. Я, когда проповедую, это не только я проповедую, это ты проповедуешь. Потому что деньги, когда ты даешь на это, то происходит, что это слово ты доставляешь. Ты проповедник. Понимаешь? И ты получишь награду проповедника на небе. Потому что ты спонсировал проповедь. И Иисус меня тогда остановил и сказал, нет, ты должен говорить людям, потому что в этом благословение для них. В этом благословение для каждого человека. Поэтому сегодня Бог творит чудеса в жизни партнера. Вы ловили мысль? Да. Потому что этого Бог захотел. Понимаете? Бог, когда чего-то хочет, ты должен это делать. И с того момента я понял. Что Бог хочет, чтобы я людям открыл на это глаза. Чтобы они поняли, куда они жертвуют. Чтобы они поняли, что они делают. Чтобы они поняли, что происходит, когда их финансы приходят. Почему Бог действует в вашей жизни? Потому что эти деньги идут на Евангелие. Потому что этими деньгами проповедуется Божье Слово и Божья Сила. Халлелюя! Вау! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok